Третья глава из книги «Плач» Иеремии Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, Огородил меня и обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеной, чтобы я не вышел, а тяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Камнями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде. Как бы лев в скрытном месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, Вседневную песню их. Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью, Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и желчи, Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенный, молчит, ибо он наложил его на Него, Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет щеку свою бьющему Его, присыщается поношением, Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, Когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, Когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетуй человек живущий, всякий сетуй на грехи свои? Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце нашей руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, Ты не пощадил, Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, Умершвлял, не щадил, Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Сором и мерзостью Ты сделал нас среди народов, Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение доля наша. Потоки вод изливает око мое о гибели, Чери народа моего. Око мое изливается и не перестает, Ибо нет облегчения. Да коли не призрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою Ради всех дочерей моего города. Всячески усиливались уловить меня, Как птичку враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму И закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей, Я сказал, погиб я. Я призывал имя Твое, Господи, Из ямы глубокой. Ты слышал голос мой, Не закрой ухо Твоего От воздыхания моего, От вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе И говорил, не бойся. Ты защищал дело мое, Господи, Дело души моей. Искуплял жизнь мою, Ты видишь, Господи, обиду мою, Рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, Все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательства их, Все замыслы их против меня. Речи восстающих на меня И их ухищрения против меня Всякий день. Возри, сидят ли они, встают ли, Я для них песнь. Воздаем, Господи, по делам рук их, Пошли им помрачение сердца И проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом И истреби их из поднебесной. Преследуй их, Господи, гневом Истреби.